здравствуйте мои дорогие раки с вами евгения таро и сайт mag expert.org и сегодня у нас будет гороскоп таро гороскоп таро на март 2020 года я буду как обычно рассматривать три сферы жизни основные то есть личную жизнь работу и здоровье ну соответственно буду доставать из колоды три карты давайте договоримся так карты я заранее перемешала но еще при вас немножечко перетасую и сразу достану все три карты из колоды а потом дам их трактовку и так первая карта личная жизнь выпала десятка мечей не очень хорошая карта скажу честно но вот что выпало то выпало вторая карта работа и карьера а вот здесь все хорошо девятка пентакли и наконец здоровье пожалуй самое главное но здесь тоже все прекрасно девятка кубков а теперь как и обещала трактовка каждой карты сама по себе десятка мечей это карта которая может иметь название финал или the end или финиш приехали и в целом считается довольно неблагоприятным органом поэтому если вы сейчас только в поиске своей второй половины то эта карта намекает на то что ну может быть был очень болезненный предыдущий разрыв отношений и вы еще не до конца это все прожили пережили и возможно к новым отношениям еще просто морально не готовы ну а если чувствуете что уже все позади и вы готовы к новым приключениям то десятка мечей все таки убеждает вас в том что есть смысл притормозить так как отношения начатые на такой карте да если можно так выразиться в общем скажем так на такой ноте могут довольно быстро закончится и если вы ищете краткосрочных отношений то в принципе можете рискнуть если хотите встретить человека для более серьезных взаимоотношений то есть смысл повременить тем не менее есть и хороший аспект в этой карте мне эта карта всегда напоминает эту фразу я убит сражен наповал вашей красотой до или поклонники сами в штабеля укладываются вот про десятку мечей и так можно выразиться поэтому до поклонников может быть много но насколько отношения могут быть счастливы и вот в чем вопрос если вы уже состоите в отношениях то десятка мечей может показывать дистанцию это может быть расстояние между вами и вашей второй половиной а расстояние не всегда означает расставание хотя если вы чувствуете что ваши отношения себя изжили то и расставание вполне вероятно в общем если вы хотите отношения сохранить просто сделайте паузу а если чувствуете что уже пора завязывать завязывайте время пришло благоприятное следующая карта это девятка пентаклей она выпала в работе карьере и деньгах и это просто великолепный аркан для финансового благополучия потому что это одна из карт богатства и это не просто богатство это роскошь это престиж это жизнь в стиле люкс и конечно же девятка пентаклей может обозначать известность популярность и славу в определенных кругах однако от вас по этой карте потребуется самостоятельность самодостаточность независимость и уверенность в себе не стоит рассчитывать на кого-то полагайтесь только на свои силы именно от этого будет зависеть успех вашей карьере эта карта обычно изображает человека который всем доволен у которого жизнь удалась девятка кубков это всегда эмоциональное и физиологическое удовлетворение я бы еще эту карту назвала бы добряк или человек кровь с молоком человек пышущий здоровьем который всегда в хорошем приподнятом настроении но несмотря на такие классные трактовки все-таки в теме здоровья есть слабые места в этой карте и в первую очередь это пассивность это лень ну во вторую очередь это чревоугодие а стало быть лишний вес в третью очередь это любовь к спиртным напиткам потому что девятка кубков это вообще-то бармен это владелец таверны который сам не прочь выпить и хорошенечко закусить то есть любитель застольев любитель праздников соответственно чуть-чуть пригубить конечно не мешает особенно если какой-то праздник но злоупотреблять друзья мои наверное все-таки не стоит самая большая слабость в этой карте это сладенькое поэтому данный аркан особенно опасен для диабетиков чтобы избежать всех выше перечисленных проблем что нужно делать ну во первых больше двигаться быть более активными во вторых больше налегать на фрукты и овощи в третьих не злоупотреблять алкоголь и в четвертых ограничить сладкое чуть-чуть можно но много нельзя поскольку карта кубковая то все водные процедуры будут очень полезны ну и конечно нужно больше употреблять жидкости а стало быть и лекарства в жидком виде будут более эффективны ну а если вы ищете врача то врач именно мужского пола будет для вас максимально полезен ну а самый главный совет при виде этой карты это конечно нужно радоваться жизни и всегда быть довольными ну что ж я благодарю вас за внимание мои дорогие спасибо что посмотрели это видео также благодарю вас за поддержку виде лайков в комментариев и до встречи в новых видео сюжетах а пока пока до встречи до сих пор до сих пор και